Христос во времена Христа проповедовали строгую праведную жизнь и точнейшее исполнение закона. Внешне они были очень благочестивыми людьми. Почему же Христос жестко обличал фарисеев, называл их детьми дьявола и крашенными гробами, в то время как мытарей и блудников прощал? Потому что Господу важно было не внешнее, а внутреннее. За благочестивой внешностью фарисеев скрывалось высокое самомнение и осуждение окружающих, самые незаметные и самые опасные пороки человеческого сердца. Именно напоминанием о мытаре и фарисее, начиная от Святая Церковь, готовить христиан к Великому посту. Великому посту предшествуют три подготовительные недели. На первой вспоминается притча о мытаре и фарисее, которая призывает человека обратить внимание на внутреннее состояние своей души. Притча напоминает о гордыне, как главном источнике грехов, и о смирении, как начале покаяния. Эта неделя сплошная, то есть поста в среду и пятницу нет. Во второе воскресенье в храмах читается Евангелие о блудном сыне. Притча о том, как нерадивый сын забрал свою долю наследства, расточил все свое состояние и с покаянием вернулся к отцу. Следование своей воле, своим желаниям неизбежно ведет к отступлению от веры, к духовному заблуждению и обнищанию. Притча о блудном сыне также показывает пример великого милосердия Божия. Ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного. На второй седмице постные дни, среда и пятница, возобновляются. Суббота этой недели – вселенская, родительская. Церковь в этот день совершает поминовение всех усопших от Адама и до сегодняшнего дня. Особые молитвы возносятся за скончавшихся внезапной смертью, за тех, кто не получил церковного отпевания. Поминовение усопших побуждает живых вспомнить о своей неизбежной кончине и не прилипляться душой к тленным вещам. Третья неделя о страшном суде, который ожидает всех. Это момент, когда остановится время, когда поздно будет каяться и творить добрые дела, когда тайное станет явным. В песнопениях этой седмицы церковь призывает к сугубому воздержанию. Эта неделя считается предочистительной преддверием покаяния. Из рациона исключается мясная пища, поэтому она именуется мясопустной или масленицей. Последнее воскресенье перед Великим постом в народе называют прощенным. В этот день читается Евангелие об изгнании Адама из рая. Вслед за Адамом все человечество оказалось за вратами рая. И теперь покаянием, духовными трудами старается найти и вернуть утраченную когда-то живительную связь с Богом. Притча о блудном сыне, притча о сеятеле. Через притчу сам Господь может коснуться сердца человека, заставить его сострадать, каяться, сожалеть, плакать. Вот и современная актриса Светлана Копылова разговаривает со своими зрителями языком песни-притчи. Сюжеты, взятые из священного писания или духовной литературы, при поданной форме притчи, пробивают броню суеты, привязанности к земному, ежедневных хлопот и поднимают в область духа. Потрясают человеческие сердца. По благословению митрополита Читинского и Петров-Забайкальского Владимира, Светлана Копылова дала концерт в Чите. Фрагмент интервью с актрисой предлагаем вашему вниманию. Здравствуйте, уважаемая Светлана Вадимовна. Я очень рада приветствовать вас в нашей эпохиальной телестудии. Вы по профессии киноактриса, и в вашей жизни был один интересный переломный момент. Расскажите, пожалуйста, о нем. Когда я начала делать первые шаги в храм, я стала более разборчивая в ролях. То есть, если мне предложили, допустим, сыграть алкоголичку, которая убила своего мужа по опьянии, вышла из тюрьмы, продала свою дочь, и за этим ничего не стоит, никакого обновления души, ничего, то, конечно, я от таких ролей отказывалась, допустим. Но вот было искушение, когда мне предложили сыграть в рекламе сигарет. Ну, казалось бы, ничего такого особенного нет. Баннер, обычный баннер. Мы сидим с моим партнером за чашечкой кофе, и внизу просто марка сигареты. То есть, впрямую, вроде бы, я не рекламирую. Вот, согласилась я на это дело. Вот, но благословения я не брала. Боялась, что они не благословят. Вот. И потом, естественно, я пошла на исповедь. И батюшка очень серьезно со мной поговорил, очень просто сказал о том, что, ну, в какой-то момент в жизни приходится все равно делать выбор, что ты выбираешь, или Бога, или мамону. Я помню, на меня очень произвел впечатление этот разговор. Я для себя тогда, стоя у Креста Евангелия, решила, что я не буду больше в таких рекламах сниматься. И что вы думаете? Проходит, ну, неделя, не больше. Снова раздается звонок, и снова мне предлагают рекламу сигарет и еще большую сумму денег. А мы тогда были трудные времена, 90-е. Работы было очень мало, и проблемы были тогда, я помню, и у мужа с работой. И вот надо выбор делать. И я набираю в легкие воздуха, и говорю, я в таких рекламах не снимаюсь. И положила трубку. И что вы думаете? Та реклама сигарет, в которой я снялась, она не вышла. Она не вышла. И вот с той минуты даже, я считаю, Господь начал изливать на меня свои милости. Вот я принесла маленькую жертву, отказалась от рекламы. А Господь мне потом дал так много. Светлана, всегда ли одинаково воспринимают люди песни? Бывают ли холодные залы? Примерно одинаково, но все-таки, конечно, разнятся. В Прибалтике более сдержанные, например. Четинцы тоже были более сдержаны в начале. Они не могли понять, что это, с ними разговаривают, от них что-то хотят услышать. Они были немножко шалевшие, по-моему. Самый горячий прием, наверное, был в Донецке? В Донецке был самый горячий, да. Несмотря на то, что мы бывали там неоднократно в мирное время, но вот этот наш приезд в военное время, ой, конечно, мы там были очень нужны. Всю ночь до 6 утра стреляли. А вот и пришли в ресторан, и там вся публика в камуфляже с автоматами. Вы нередко выступаете в колониях перед заключенными. Что это вам дает? Ну, я когда выхожу из колонии, у меня есть ощущение, что день прожит не зря. Что я сегодня сделала что-то важное в жизни. У меня пришло письмо однажды из колонии. Но я не в качестве хвастовства, потому что моей заслуги нет, Господь мне дал талант, и я стараюсь ничего не приписывать себе. В письме были какие-то слова, и ПС, приписочка такая. После вашего посещения наш приход увеличился с 4 человек до 200. А есть ли разница восприятия песен между мужчинами и женщинами? Мужчины изо всех сил стараются сдерживаться, но все равно их пробивает. Иногда они не могут, они со второго отделения уходят. У меня был один очень большой высокий начальник на концерте, мой знакомый, который ушел. Я говорю, почему вы ушли? Он говорит, я не могу, я сижу реву, а тут мои все подчиненные видят, какой я слабый. Ну и слава богу, что сердца, значит, живые, умягчаются. Это же хорошо. В монастыре перед иконой Мужчина пожилой стоял и неумелою рукою себя крестом он осенял. Быть может, вам помочь могу я, спросил учасливо монах. Вдруг видит, задрожали губы, мне очень исповедь нужна. Тряся седою головою и поправляя галстук свой, он говорил у аналоя о том, что мучила его. Как лет назад тому пятнадцать пришла к нему одна вдова и как, заломывая пальцы, с трудом произнесла слова. Мой сын подросток очень болен, по телу язвы до костей нигде, как за границей. Только не излечить нам язвы те, есть люди добрые в России, они могли бы денег дать. Вдова помочь меня просила, и я им взялся помогать. Я разместил во все газеты те фото, где он в язвах был, и деньги пылились в то лето на счет, который я открыл. Не знаю, что со мной случилось, я стыд и совесть потерял. Там денег много накопилось, да только я их не отдал. Я путешествовал по свету, но через год увидел вдруг на коже дочки пятилетний ужасный язвенный недуг. И вот, устав от боли плакать, шептала дочка мне тогда, за что же, папочка, мой папа, такая у меня беда. Тот голосок, дрожащий, тонкий, меня преследует всегда. Я не успел спасти ребенка, а может быть, Господь не дал. Он плакал, слезы вытирая, измятым галстуком своим. Я ваше горе понимаю, я в детстве тоже был больным. Я помню тело в страшных язвах, перед иконой мамин плач. И я поверил, хоть не сразу, что есть еще небесный врач. И я ему молился долго, и даже обещание дал, Что если исцелюсь, то Богу я жизнь свою тогда отдам. Мужчина в галстуке вдруг замер и наконец-то разглядел, Что матери своей глазами монах на грешника смотрел. И, сотрясаясь от рыданий, колени преклонив без сил, Прости, он молвил, в покаянье я вас давно уже простил. Вместе со своими зрителями вы восстановили храм Преподобного Сергия Радонежского в Липовке. Известно, что в его строительстве принимал участие сам Тихон Задонский. И он совершал там богослужения. На каком этапе сегодня восстановление этого храма? Сейчас самый такой красивый, наверное, этап, роспись. То есть храм за восемь лет из руин подняли мои зрители, Которые жертвуют на концертах. Я рассказываю об этом храме, прошу помочь. И люди со всей щедростью души отзываются. И вот мы расписали уже алтарь, расписали купол. Осталось полностью расписать храм. И очень хочется привести в порядок кладбище еще, сделать ограду. В 2019 году храму будет 250 лет. Вот хотя бы к этой дате хочется все-все-все сделать. А вы к селу Липовка отношения... Я теперь имею отношения, потому что я из Иркутска перевезла своих родителей. Мы продали в Иркутске все, что у нас было. Построили рядом с храмом дом. И я теперь туда приезжаю домой, к маме, к папе. Папа у меня алтарничает, мамочка за ящиком засвеченным. Так что у нас такой семейный подряд. Храм этот расположен в бывшем имении Бехтеевых. Сергей Бехтеев – уникальная личность. Офицер, написавший 10 сборников потрясающих стихов. Очень досадно, что его сегодня мало знают. Вы планируете как-то популяризировать его имя? Да, да, да. Мы сейчас будем надеяться, что этим летом получится. Я хочу провести такой слет-фестиваль православной молодежи. Бехтеевский. Чтобы люди могли приехать на три дня. Пусть это будет палаточный городок. Рядом Дон. Мой духовник, отец Артемий, обещал приехать на денечек. Провести, может быть, какие-то беседы с ребятами. Мне хочется, чтобы у ребят была возможность познакомиться, подружиться. У костра посидеть. Искупаться в источнике Тихона Задонского. Побыть на службе. У нас очень благодатный храм. Светлана, Ваше первое впечатление о Чите? Вы знаете, я ведь бывала в Чите в детстве. У меня здесь родственники живут. Я отдыхала несколько раз в Беклемишево. Рыбачила. Дергала окуньков с лодки. Потом мы их копчеными ели. Поэтому у меня воспоминания такие, очень светлые о Чите. Что бы вы пожелали Читинцам? Как в одной песне у меня сказано, торопитесь любить. Вот, торопитесь любить, друзья мои. Ибо жизнь очень коротка. В энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона говорится, что притча в греческом языке носит название паримия, припутная, то есть указывающая путь. Действительно, очень важно в жизни руководствоваться прежде всего духовными законами, ведь нарушение их обходится дороже всего. Желаю вам в эти дни подготовки к Великому посту, терпения и твердости. До встречи через неделю. Продолжение следует...